Автопарк Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России в Югре пополнился новой современной техникой. Судно и машины послужат как для работы во время патрулирования, так и для участия в спасательных операциях. О современном оснащении расскажет Тимур Чешков. Алексей Бетехтин осматривает новый аэробот «Север». Такая техника впервые поступила на службу в ГИМС. Передвигаться на нем можно как по воде, так и по суше. При помощи мощного винта судно развивает скорость до 180 км в час. У нас любят рыбаки выходить, когда лед только образуется. Тонкий лед, то есть на технике уже не поедешь, а рыбаки ходят, не боятся и проваливаются. То есть тоже очень часто. То есть можно пропаганду проводить и, соответственно, спасательные работы. Аэробот оснащен и видеонаблюдением для фиксации всех нарушений. Всего в Государственную инспекцию по маломерным суднам Югры поступило 4 новых единицы техники. Такого пополнения парка не было последние 10 лет. Техника оснащена новейшим оборудованием, навигационным, спасательными средствами всяческого рода. Это послужит для безопасности самих инспекторов при выполнении работ, ну и при оказании помощи пострадавшим. Благодаря новому КАМАЗу инспекторы смогут выезжать в отдаленные поселки и проводить освидетельствование лодок, выдавать соответствующие документы судоводителям. Сверка номеров, проверка комплектации маломерного судна, проверка на воде, проверка лодочного мотора на выброс СО2. Новая моторная лодка с мощным двигателем заменит старые образцы, отработавшие свой срок. Теперь нарушителям будет нелегко уйти от преследования. Для патрулирования очень хорошая лодка. Именно и экономичная, и ремонтопригодная, и по обслуживанию неприхотливая. Катер «Альянс» с новой навигационной системой уже в среду отправится в Междуреченск Кандинского района. КАМАЗ, аэробот «Север» и моторная лодка останутся в окружной столице. Тимур Чешков, Сергей Ваяшко, Вести, Югория, Хантамансийск.